МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты первого карагандинского телеканала и я, Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде произошла массовая драка фанатов, футболистов, шахтера и кайрата. Маленькие изобретатели Караганды представят свои проекты на международной выставке Экспо-2017. В Караганде начнется массовая подготовка к празднованию 150-летия лидера партии «Алаш» Алихана Букиханова. В Караганде произошла массовая драка фанатов, футболистов, шахтера и кайрата. Инцидент произошел около стадиона «Шахтер». В подтасовке приняли участие около 40 человек. 15 из них были задержаны. По предварительным данным, массовая драка была спланирована заранее через социальные сети. Болельщики двух команд назначили время и дату. В драке участвовало около 40 человек. Кроме того, как стало известно из неофициальных источников, около поселка Осакаровка был задержан автобус с болельщиками Кайрата. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Сотрудниками полиции все участники драки задержаны и доставлены отделу полиции. На сегодняшний день по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть хулиганство. Вундеркинды нашего города представят свои уникальные проекты на выставке Экспо-2017. Маленькие гении, как их называют, в 101-й школе-лицее Караганды за свои изобретения уже успели стать признанными изобретателями. С лучшими работами одаренных детей познакомилась и наша съемочная группа. Когда нажимают, мы вырабатываем энергию. Это как бы беспроводное, да? Да, это беспроводное, чисто от мускулной силы энергии. Здесь можно так подключать и заряжать уже телефон. Учащийся Карагандинской школы-лицея номер 101 Алдиар Божбанов изобрел необычное зарядное устройство, работающее с помощью мускульной силы. Своё изобретение 12-летний школьник представил на взрослом конкурсе бизнес-идей Atomikin Startup, став обладателем специального денежного приза. Алдиар рассказал и показал, как можно реаминировать зарядившуюся сотку в любом месте и в любое время. Для разработанного им уникального устройства не нужны электрические розетки. Она работает по принципу превращения механической энергии в электрическую. Кроме того, у Алдиара много и других проектов, как полный безотходный технологический цикл по энергоэффективности и энергосбережению города Караганды, над которыми сейчас он работает. для эффективности и энергоэффективности для распоряжения. Здесь у меня используются третий вид энергии. Это солнечная энергия, травая энергия и биогаз. Солнечная панель здесь установлена для эффективности биогазовой установки, чтобы она зарабатывала биогаз. Я свои доработанные идеи буду представлять на экспорт 2017. И на будущее? И на будущее я хочу все мои идеи внедрить в Казахстан, и чтобы Казахстан поднимался быстрее на новый инновационный этап. В перспективе семьи Алдиара планируют обратиться к специалистам и наладить массовый выпуск изобретенных устройств. Мама мальчика Раушан Жамбековна рассказала, что ее сын пошел в первый класс в четыре года, а в свои 12 лет уже учится в восьмом классе. Сын читает очень много и уже с ранних лет поражал всех энциклопедическими знаниями. Еще один ученик седьмого класса Айбар Ахметов рассказал, что его волнует рекреационные ресурсы нашей страны. Для улучшения этой же проблемы Айбар изобрел макет оздоровительного комплекса под названием НУР. В здании электроэнергия будет подаваться с помощью силы ветра и магнитных бурь. Я в будущем хочу внести вклад в развитие оздоровления народа. В своем проекте я использую только натуральные природные компоненты. В макете рассмотрены все преимущества, которые необходимы для человека. Мама Айбара сама лично руководит этим проектом и надеется, что данный макет в будущем найдет свое достойное место в любом регионе нашей необъятной страны. Наукой мой сын заинтересован уже давно. У него много идей, которых он хочет воплотить в реальность. Айбар вкладывает в свои работы всю свою душу. Я как близкий человек всегда поддерживаю его во всем. Еще одного изобретателя зовут Дэн Мухаммед. Он готовит проект по очищению окружающей среды от угольных отходов. Мальчик изобрел устраиваемое устройство, которое можно использовать как фильтр на шахтах и заводах. Такая уникальная идея мальчику пришла в голову, когда он посетил одну из шахт угольного бассейна. Экология является главной проблемой нашего региона. Я думаю, что мой проект не останется в стороне, потому что эта идея поможет безотходно перерабатывать уголь, что и повлияет на чистую экологию. Молодые вундеркинды пока еще ученики. У каждого из них свои мечты и перспективы. Но все они решили, что будущее намерены связать с наукой. Способности этих одаренных детей руководитель по инновациям оценивает очень высоко и считает, что такое подрастающее поколение – будущая гордость нашего государства. Таких немного и в городе, потому что настолько они целеустремлены и заинтересованы в продолжении своей работы по той теме, которую они выбрали даже не сегодня и даже не вчера, а несколько лет назад. Если говорить о Дин Мухаммеде, то его проект, исток его проекта берет начало еще с 4 класса. Сейчас он ученик 7 класса. После 4 класса он ушел в школу Дарын, но потом вернулся к нам, потому что в нашей школе большое внимание уделяется проектной деятельности. И за те 2 года, пока и он, и Айбар, и Алдияр обучаются, продолжают свое обучение здесь у нас, они выступили уже не на одном конкурсе и в Малой Академии Наук, и на всех выставках и конкурсах, которые были посвящены в последнее время большому, огромному нашему республикану проекту Экспо-2017. Свои же грандиозные идеи гений представят на выставке Экспо-2017, где постараются раскрыть все качества и плюсы своих же проектов. Главное для них сейчас не останавливаться на достигнутом, а идти дальше. Гульза Ацахова, Жаслама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Урок мужества преподали Жасулановцам, ветеран военной службы, генерал-майор Янис Дуда и сотрудники Департамента по делам обороны. Будущим офицерам рассказали и показали о всех тяготах военной службы. Гость встречи, бывший чернобылец, поделился с подростками своим боевым прошлым. Подробности далее. Генерал-майор Янис Дуда давно уже на заслуженном отдыхе. За плечами ветерана военного дела, годы советской армии и чернобыльские события. Янис Брониславович стойко перенес все тяготы службы и до сих пор остается в строю. 80-летний военный комиссар с улыбкой вспоминает дело всей его жизни. Рассказать молодежи есть что, говорит он. Офицерам, военнослужащим, одно мое единственное пожелание – служить верой и правдой в Республике Казахстан. И быть верным и преданным нашему президенту. А остальное все проложено. Бахтиар Кужабеков, учащийся второго курса Республиканской военной школы Жасулан имени Талгата Бегельдинова. 16-летний подросток с детства мечтал связать свою жизнь с армией. О своем выборе будущий офицер не жалеет. Ведь военная служба дает не только стабильный доход, но и красит любого мужчину, считает Бахтиар. Для меня герой наш дедушка Талгат Бегельдин Векович. Летчик. Мы стараемся ему подражать. И все хотим, как он, стать генералом. Урок мужества организовали сотрудники Департамента по делам обороны. С их слов, такие встречи очень важны как для подрастающего поколения, так и для ветеранов. Они помогают и тем, и другим оценить армейскую жизнь и повысить мотивацию к службе. Тем более, что в Карагандинской области много живых идеалов. Поэтому такие уроки найдут свое продолжение. Аймам Ринаул Жаско-Басов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Herkule. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Завершился республиканский конкурс «Звездный листопад». Все таланты с разных городов нашей страны показали свои способности по народному фольклору. Также в конкурсе приняли участие дети-инвалиды. Один из участников 16-летнего Кагали Амирхан исполнил произведение Нургисы Тлендиева «Ахку». Многократный лауреат международных конкурсов представляет столицу нашей страны. Со слов Домбриста, он увлекается этим видом искусства с пяти лет. Огромный опыт помог Макагали завоевать первое место. Учусь в Казахской национальной инвестиции искусств. Я на этом конкурсе сыграл произведение Нургисы Тлендиева «Ахку». Были соперники, но я все равно занял первое место. Еще одна из участниц Эльмира Ауэльбекова – автор нескольких песен. Она является выпускницей школы для слепых. Ее песня под названием «История любви» завоевала признание среди молодежи. Молодая исполнительница успела даже снять клип на эту песню. Она является автором своих же песен и считает, что достойна оказаться среди победителей. Уже есть несколько профессионально записанных песен. Все, каждый по-своему одаренные, конечно. В конкурсе приняли участие около 30 молодых талантов. Все участники сыграли на национальных инструментах, тем самым показав свой талант. На сцене также прозвучали эстрадные песни. Главной особенностью конкурса является выступление детей-инвалидов. Несмотря на ограниченные возможности, они выступили наравне с другими участниками. У нас очень мало в нашей Караганде таких мероприятий. То есть есть областные, городские, а именно республиканских наших родных, карагандинских, не было. Поэтому мы решили, как бы очень много коллективов наших, чтобы они смогли финансово добраться до таких республиканских конкурсов, чтобы они выступили, показали себя. Мы решили сделать в своем родном городе это мероприятие. Конкурс продлился три дня. Члены жюри определили самых сильных и наградили грамотами и кубками. В завершении мероприятия дети-инвалиды откровенно рассказали, что участие в таких конкурсах придает им силы. Диана Рамазанова, Жасулан Макулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В преддверии 150-летия Алиханова-Киханова в городе начались массовые подготовки. В ряд мероприятий войдут различные ознакомительные встречи, посвященные известному деятелю. Экскурсии и семинары, в которых будут задействованы все учебные вузы. Более подробно в следующем материале. Алихан Букиханов – казахский общественный и государственный деятель, один из основателей и лидеров партии «Алаш». Деятельность выдающегося гражданина, посвятившего всю свою сознательную жизнь до последнего дыхания делу в освобождении народа, была многогранной, что и обязывает о его вечной памяти. Мы уже начали подготовку к юбилею Алихана Букиханова. Сейчас рассматриваем вопрос, чтобы дать его имя, улице или же району. По всем регионам планируется проводить презентации и различные семинары. Предложение об обширном праздновании 150-летия Алихана Букиханова было рассмотрено и подписано на главной конференции 38-й сейси ЮНЕСКО, что и послужило начать подготовку к дате, которая станет значимой в родном городе государственного деятеля. ЮНЕСКО будет отмечать юбилей Алихана Букиханова. А мы, земляки-казахстанцы, что должны делать? Должны мы делать действительно то, что мы уже делали до этого. Читаем курсы, посвященные Алихану Букиханову, проводим специальные уроки, мастер-классы, изучаем его труды. Вот скоро будет выходить, сейчас уже 9 томов Алихана Букиханова есть. Есть энциклопедия «Алаш», надо это продолжать. В данное время собираются все работы о жизни и о деятельности Алихана Букиханова. Со слов организаторов, такое мероприятие должно праздноваться на высоком уровне, чтобы будущее поколение имело достойное представление об ушедших героев своего же народа. Гульза Ацахова, Роман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Впервые в Караганде пройдет благотворительный бал «Маскарад». Организаторы уже начали проводить кастинг и отбирать самых лучших участников. Главный критерий для дебютантов – возраст от 18 до 25 лет. Рост девушек должен быть не ниже 160 сантиметров, а парней не ниже 175. Но самое главное – необходимо обладать хореографическими данными. Подробности далее. Грандиозный бал «Маскарад» в благотворительной форме пройдет в шахтерской столице впервые. Главная задача – собрать средства для детей-сирот. Наша организация занимается благотворительностью. Это выезды в детские дома, устраиваем благотворительные концерты, сбор средств для детей, которые очень сильно болеют. И на данный момент мы сейчас работаем над организацией благотворительного балла. Все вырученные средства, которые пойдут тем детям, которые остались без попечительства родителей, то есть сиротам. Благотворительное движение «Хоуп», что в переводе с английского означает «надежда», помогает детям из детских домов. На их счету уже немалое количество добрых дел. По словам организатора, на благотворительном бал «Маскараде» выступят около 50 пар. В первый день кастинга показать свое мастерство танца пришли более 500 человек. Жюри очень серьезно подошли к отбору. Учусь в горном колледже, мне 19 лет. На кастинге узнал по интернету и от друзей. Решил поучаствовать, потому что это интересно. И у нас хореографическая точка зрения. Также благотворительность имеет свое место. Очень хорошая идея. То, что организовали в Караганде наконец-то такое. Очень хотелось бы помочь. Так что хорошее дело. Надо продолжать в том же духе. Делать как можно больше добра. Все участники хотят помочь в проведении этого масштабного мероприятия. И каждый мечтает пройти в финал. Благотворительный бал «Маскарад» проведут в январе 2016 года. А пока жюри предстоит выбрать достойных и лучших претендентов. Следующий кастинг пройдет 28 и 29 ноября в здании Нур-Атан. Лариса Хусынова, Лжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Из универа в Караганду. Главные герои знаменитого сериала «Универ» посетили и нашу шахтерскую столицу. Станислав Ярушин признался, что с удовольствием сыграл роль в казахстанском кино. Все подробности «Звездного визита» вы узнаете из следующего сюжета. Майкл и Антон. Именно так узнают актеров сериала «Универ» многие люди. Станислав Ярушин и Арарат Кищан приехали на открытие гостиничного комплекса для молодоженов с интересной программой. Но перед тем, как взять в руки микрофон и порадовать горожан, актеры с удовольствием ответили на вопросы журналистов. Мы снимаемся, допустим, в том же самом прекрасном сериале «Универ», и к нам приходят некоторые актеры с образованием, и ребята, которые не могут связать двух слов. Бывает такое, и я считаю, что здесь актерская профессия, она должна идти от души. То есть если тебе дано, если ты чувствуешь, как правильно подавать текст, как правильно находиться на съемочной площадке, в спектаклях, то тогда, милости просим, эту дорогу твою вперед, иди и работай, собственно говоря. Антон Мартынов – это полная противоположность настоящего Станислава Ярушина. На самом деле он приветливый, улыбчивый и очень жизнерадостный человек. Но самое главное – миролюбивый. На шуточный вопрос журналистов, что бы он попросил на Новый год у Деда Мороза, Станислав ответил, «Я бы попросил прекратить все войны между народами». После же актер немного рассказал и о казахстанском кинематографе. Один раз мне позвонили из Казахстана, снятся в кино. В чем классный сценарий, вот мне понравилось очень. Я должен был там играть какого-то очередного олигарха. Поступило предложение, я почитал, согласился, и ребята пропали. Это было года три назад, четыре, наверное. Но вы бы согласились? Да, если сценарий хороший, я бы согласился. Я вам скажу так, многие привыкли, да, видят только у меня в сериале «Универ». И многие спрашивают, почему вы не снимаетесь в полных метрах. Я вам объясню простую вещь. Если меня зовут, то это в комедии. Если бы я снялся, то в какой-нибудь комедий-драме. Но комедии, которые предлагает мне Россия, мне все не нравится. Мы не умеем снимать комедийный канал. Больше всего Станиславу понравился свежий морозный карагандинский воздух. Станислав отметил, что город очень уютный и спокойный. Кроме того, актер планирует провести отпуск со своей семьей. Известный актер оставил в Караганде на большом металлическом сердце замок с именем своей супруги. Мы скрепляем узами брака. Наши с тобой отношения в городе Караганда. Напоследок звезда сериала «Универ» пообещал горожанам, что через несколько дней в его аккаунте в Инстаграме появится шутка про Караганду. А сердце Занабаева, Жасулан Маклубеков, Арман Нартаев, первый карагандинский. И еще об одном. Лазерное шоу «Цирк на воде» в Караганде. Блистательная игра акробатов, бесстрашные дрессировщики и самые экзотические животные порадовали маленьких зрителей города. За ярким выступлением артистов цирка наблюдала Диана Рамазанова. Задача цирковых артистов не так проста, как кажется. Нужно создать номер, да так, чтобы сердце публики завоевать. Сергей Федотов большой профессионал своего дела. Он знает толк в цирке и ищет подход каждому ребенку или взрослому. Артист рассказывает, что в цирк он пришел случайно. Однако играть роли клоуна и дрессировать зверей стало делом всей его жизни. Больше 20 лет Сергей дарит радость и веселье завоеванной публике. В первом отделении я работаю с центром шимпанзе, с обезьяной в ресторане. Она, значит, у нас посетитель ресторана, а я как бы официал. Не буду пересказывать, это камешный номер. И во втором отделении я еще работаю с смешанной группой животных. То есть там не только шимпанзе, значит, у меня еще есть другие обезьяны. Еноты, носухи, барсуки, дикообразы. Все это в одном номере. Цирковое шоу прошло как настоящее театральное представление. Акробаты, исполняя номер на опасной высоте, заставили сердца публики сжаться от волнения. А бесстрашные дрессировщики вступили в бой с самыми опасными животными – крокодилами. А также королева попугаев сотворила настоящее чудо. Экзотические птицы продемонстрировали свои умения. В коллекции цирка – удавы, носухи, шимпанзе, попугаи и павианы. Попугай Ара раскрасил сегодняшнюю концертную программу своим ярким выступлением. На удивление птица оказалась веселой, доброй и весьма приветливой. В Караганде труппа пробудет до 13 декабря, а значит жители города еще успеют насладиться настоящим качественным цирком. А все те, кому уже удалось посетить зрелищное шоу, остались в восторге. Мне понравилось, где акробаты выступали. Они выступали, и там опасно было, но вообще хорошо сделали. Мне понравился номер с крокодилом, там очень забавно и немножко страшно было. Цирк очень сильно понравился. Это такой необычный, там уровень повыше, и там вода, он очень необычный. Я впервые это вижу, такой фонтан. Понравился номер с крокодилом, очень страшный, но забавный. Диана Рамазанова, Жасулану Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова